Накануне Дня Знаний в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве прошел слет патриотических организаций. Столичные клубы, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи, собрались вместе в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы. Рассказывает Ксения Малеженкова. Мероприятие открыл торжественный марш участников слета, который проходит уже в третий раз. Однако организаторы пока еще не установили постоянное время его проведения. Мы третье лето проводим слет, и мы пробовали в разные месяцы. И вот мы поняли, что накануне учебного года, когда возвращается молодежь из лагерей, из каникул, очень удобно устроить такой слет, потому что тогда может именно соединить и взрослое, и молодое поколение в такой серьезной проблеме, как патриотическое воспитание. Мы после вот этого как раз слета соберем оргкомитет, соберем отзывы участников обязательно. Вот, поскольку мы сегодня на съезде, на этом слете решили принять решение об организации общественного координационного совета по патриотическому воспитанию в городе Москве, я думаю, что мы соберем вот эту такую группу и обсудим, когда нам все-таки лучше сделать. Потому что в следующем году и после следующего, особенно в приближении 70-летия Великой Победы, мы должны определиться. Ровно в 12 часов после возложения венков к вечному огню и минуты молчания начался торжественный митинг. Перед участниками слета выступили представители ветеранских организаций и патриотических объединений. Особенный интерес у молодежи вызвало выступление Александра Александрова, президента мотоклуба «Мотогвардия». Клуб был создан чуть больше года назад. Его участники – это люди, служившие в армии, увлеченные мототехникой. Основной их целью является воспитание в подрастающем поколении, патриотизма и любви к Отечеству. Мы ведем большую работу патриотического воспитания молодежи. Проводим уроки мудрства в кадетских корпусах, в университете МВД России, Москвы. Мы гордимся, что мы с вами, мы воины, мотоциклисты, и мы хотим поменять стереотип байкера. Все, что воины и вообще байкеры – это нормальные, абсолютно нормальные люди, живущие нормальной жизнью и готовые сотрудничать, помогать и участвовать. Участниками слета стали люди самого разного возраста – от умудренных опытом ветеранов до учащихся средних и даже младших классов общеобразовательных учреждений. Всех их объединяет интерес к военной тематике, армии и различным видам вооружений. У меня с детства нравится военное дело. Я увлекаюсь, у меня музей в школе военно-патриотический. И я узнал в интернете, что есть поблизости с домом такой клуб. Я пошел, и меня сразу же записали. Я очень советую пойти в этот клуб, потому что там много чему учат. И рукопашный бой, и с оружием обращаться. Это очень интересно. После митинга посетители и участники слета могли выбрать одну из демонстрационных площадок возле музея, где можно было посмотреть показательные выступления по спортивной и строевой подготовке и даже поучаствовать в них. Больше всего зрителей собрали соревнования по так называемому лучевому бою с использованием лазерных лучей. Технология светового боя уникальна еще и тем, что не требует дополнительных затрат, ведь боеприпасы здесь не нужны. И если сегодняшние испытания пройдут удачно, то ее, возможно, возьмут на вооружение все патриотические организации нашей столицы. По результатам обсуждений, одной из вероятных дат проведения будущих слетов может стать 21 сентября, день, когда Русская Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Итоговое решение станет известно уже в ближайшее время.